Всем привет, ребята, вы на канале Кота Туп. С вами я, Даня. И сегодня я вам покажу один из лучших игрушек для кота. Гуччи, ты где? Алло. Спит ты, блин. Чего спим? На тапках тарахтит. Идем видео снимать. Пойдем. Да, пойдем. Нет. И да, что это значит? Спать хочешь? А, нет, не хочешь. А, и погнали. Вот он приехал. Ну что ж, переходим к первой игрушке. Первой игрушке это, ну вот, самые обыкновенные разные ленточки, палочки. С ним надо уже много мучиться. Ну, то есть ты сам приедешь с ним не играть. Ну, видишь, она такая звенящая. Да. Видишь? Ой. Он пока что сонный, поэтому так за ним не носится. А за ленточкой? О, смотрите, 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 начинается. Ой. Что-то я ему не очень хочется играть. А ленточку? Хочешь ленточку? Я, я, я. Ленточка. Ленточка? Я. Вот, от этой ленточки он вообще безумно. Он просто за ней наносится максимально. Что-то он спит. Слушай, ты в каком-то сонном сличном состоянии. Чун, 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 чун. Вот, давай, лови. Лови, кому говорят. Забыталась. А? Что-то вывердело. Ну, выдержит ее уже. Так, он уже привел в чул, смотрите, он у нас как охотник. Вот, и у него к леопарду стоит. Сначала сядет за саду, смотрите. И нападает. И это он запряжнется на длину. И... И... Заведите, у кожи, когда они готовят к прыжку, они задом виляют. И... Понял, следующая игрушка. Мышки, мячки, извиняюсь, он тут уже подрал. Вот теперь это как игрушка. Это можно теперь как сифа такой носить. Так это сделает, да? А-а-а! Тихо, осторожно ты. На, играй. Мышка, мышка твоя любимая. Так, очень сильная шумит, все равно лучше ее выкрикли. Беги! Не далеко, как быстро. Луча, а если сюда? Асин, где есть мышка пошелся? За камеру спрятался, прям за шаппи. Тихо. Давай, мышка. Неси мышку. Ну, вот так. Ну, мне кажется, вот эти мышки, ну, они не очень эффективны. Главное, чтобы сильно шумело, звенело, было ярко. А не мышка серая какая-то, которая ей звучит. Мне кажется, это не очень эффективно. Ну, тут же опять, ну, на русу бросать, заниматься чем-то. Ну, третья игрушка, это... Квакающий мячик. Его, в принципе, не слышно. Смотрите, вот сюда прибежит. Он боится чего-то. Что-то взять. Я не знаю, слышно ли, но, в принципе, тихо очень. Квакает. В свой дом забрался. Звучит. Ты чё себе замотал-то? Чё ты себе замотал? Давай аккуратно. Эти игрушки нам уже разобрались. Давай вернем. Так, ребят, тут как не странно. Следующая игрушка – это спиннер. Он сдаёт много шума. Ну, по крайней мере, эта игрушка нам понравится. Давайте положим. Давай. Случай. Давай. В поле, где у нас спиннер. Вот с этим только мы всё время раскручиваем. Ну, в принципе, прикольно, если он, например, с утра просыпаешься, и ход по тебе бегает, тебя царапает. Просто залёг, положил на пол. Он на пол бежал, отвлёгся на него. И там же их обедит. А не по тебе ладует. Вот что ты делаешь, а? Вот что ты царапаешься, а? Так, ребят, следующая вещь. Ну, следующая вещь – это вам не надо будет ничего делать. Эти игрушки будут сами с ним играть. Вот так, просто нажимаем на мышку. Обережи их. Ухода не росят. 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 В Следующая игрушка это вот такая вот рыба, она мягкая тканью, она внутри чем-то набита, и тут есть моторчик, молния, она расстёгивается. Так, ну и запускаем эту рыбу. Всё, так, иди сюда. Я кормлю, ты чё, я выключу, а нет. Ну а мы переходим к следующей игрушке. Так, ребята, следующая игрушка это вот гавит. Сейчас у меня есть шарики, козырь за его подоконник и начинает вам гонять шарики, потому что они шуршат и ему становится интересно. Сейчас мы принимем внимание нашего котика. Иди сюда. Пробуем по-другому. Поднял его сюда, показываю. Ну вот такая вот прикольная игрушка. Главное, чтобы кот ее случайно не отлепил, потому что, если он ее отлепляет, то сзади шарики высыпаются и он понимает, как потом доставать. Надо будет. Так идет. Следующая игрушка это такая вот коробка. У нее должны быть дырки сделаны прорезаны. Так, ну че вылезай. Это не для тебя коробка, не чтоб ты внутри сидел. Тридцать. Едем так. Кидаем. Иди отсюда. Кидаем сюда мячик любой. Может подойти даже теннис повышенный. Он будет нормально кататься. Там извинеть. А блядь. Вот. Кидаем. Мы его там гоняем. За ним показали, что он там уберит. И он будет за ним гоняться. Но у нас все вот такой звенящий мячик. По полу он слишком громко катается, кремит. Поэтому коробки самое то. У нас намагается вот здесь. У нас все это игрушка, кстати, которая развивает интеллект котов. Он научит их играть здесь и из разных дверях. Их много подается. Но он может такую сделать своими руками. Например, с парой из коробки с подолгой. Конечно, кот не додумается ее открыть. Он уже один раз ее открыл. Но это произошло случайно. Так, ребята. Следующая игрушка это тоннельчик. Гуччи уже в предвкушении он едет к нему. Я не могу, я не буду, ты его не как-то туда бегаешь. Давайте посмотрим к нему. Ако, вот смотрите, когда ты купишь, я не к этому. Тебе, я не на конца же расцепил. Когда ты летишь? Я не к нему не собираю. Тебе, я не буду, чтобы ты летишь. Мне нужно, чтобы было. Тебе, я не буду, что-то сидеть. Откratка бега. Ага. Ага. Это очень крутая. Ой, я, я не могу. Вот тоннельчик, а в нем бесится много. Тут есть еще один выход. Вот с этой стороны есть такие звенелочки. Как тебе там дела? Ой. Лучше отойди. Как будто семечная смена. Зimos. ШОВЕТ Чечень roles для кр中間. и и и и и и и и так из или и к анимет игрушка На батарейках она прикрепляет к какому-нибудь предмету, нажимаете на кнопочку, нажимаете на кнопочку, она начинает двигаться со мной. Че, ты будешь что-нибудь делать, да? Неинтересно, ему как-то на меня все равно интересно. Будешь играться? Мне кажется, мы на дна полка заедем, просто плютюк все-таки, сейчас пущу. Вот, все, здесь, я включаю. Зачем? Зачем? Зачем за ней прыгнуть? Можно же к себе это ночь затащить, да? Ты же не сломал? Почему она не лезет? Вот. Ай! Осторожно. Не сломай ее, блин. В принципе, эта игрушка может очень надолго занять кота, чтобы она ее не сломала, не захотела туда-нибудь схватить и убежать туда. Но в то же время, когда ее крепишь, тут все пластмассовое, крепление, чтобы она не сломалась. Если все достаточно крепко, она не слишком сильно. С pourraщик? Прилость約 200 км. Когда он ее хватает только, она не сильно хочет его тянуть. Когда он зуб схватил, она не ест. Когда только он ее отпускает, она сразу же начинает делять. Так должно быть или что, я не знаю. Наверное, так специально задумывается. Следующая игрушка, ну, это дом. Ему очень нравится. Он и спит, и играет в одну музыку, бантики ест. Ну, по нему очень легко залезают. Тут сверху есть. Тут можно полежать брухнатой. Как четверки везде, на то и все. Если он будет драть диван или что-то такое, можно показать, что вот. Вот так мы делаем. А он будет здесь драть эти копки. Если он начинает взять нюх, если он туда закинет, тогда он вообще-то может с ума сходить. А он может очень быстро залезать вверх. Видишь? Если он захочет, тогда он очень быстро сможет заграться. А если он в этом не найдет, то он не полетится. Он поедет сюда, задает его. Ты как человек такой. И вот, вот, вот. И тут сидит, отдыхает. Можно на душевую игрушку положить, чтобы он вообще-то не пригреется. Так. Давайте попробуем, чтобы он... Давай. Поехали. 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 Все, сразу забрался спуститься. Что? Что, ты боишься? Там бантик понравился. Легко будет. Эээ, ты чё, по мне нельзя. Так, собирай. Поехали. 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 Похресту, через. Не надо кресло брать. Понимаешь? Поехали еще так. И всем пока-пока, ребят, вы были на канале Кататлуб. С вами был я, Даня Гучи. Сегодня я показывала вам лучшие игрушки для таких бешеных котов, как Гучик. Сейчас он устал уже, иди спать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока-пока. И всем таких бешеных. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Лад Фрося, вы лад Света, вы лад Фрося, вы лад Света, вы лад Света. А вы ведь не забыли поставить лайк и подписаться. Субтитры сделал DimaTorzok